Качество оказания медицинской помощи зависит не только от профессионализма и компетентности людей в белых халатах. Оно напрямую связано с оснащением лечебно-профилактических учреждений, медицинским оборудованием, инструментарием, медикаментами. Всем тем, что в руках специалистов становится оружием, которое несет людям исцеление. Что сделано и сделать предстоит в этом направлении, нашему корреспонденту рассказал главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко. В последние годы в Пинске реализованы крупные проекты, в результате которых совершен прорыв в диагностике и лечении целого ряда заболеваний. В 2017-м событием поистине республиканского масштаба стало создание в Центральной городской больнице ангиографической операционной. Медицина всегда требует движения вперед. И не только в науке, но и прежде всего в оснащенности новейшим медицинским оборудованием, которое, безусловно, обходится городскому бюджету в добрую копеечку. Тем дороже все то, что удается приобрести. В общей сложности мы смогли закупить во втором полугодии пять автомобилей «Газель» именно для скорой помощи, для того, чтобы обновить их автопарк, так как понятно, что скорая помощь должна иметь хороший автотранспорт. Мы смогли купить в конце года две системы холтеровского мониторирования и несколько мониторов к уже существующим системам холтеровского мониторирования. В общей сложности количество мониторов составляет 12 единиц. Соответственно, это позволит улучшить доступность к проведению этого вида исследования в наших поликлинических учреждениях. Те, кто знаком с диагностикой заболеваний сердечно-сосудистой системы, согласятся, что это серьезный вклад в профилактику и повышение качества лечения серьезных недугов. В центральную больницу был поставлен улезвуковой аппарат под ангиографический комплекс, ну то есть в том числе для того, чтобы обследовать в предоперационном или послеоперационном периоде кардиологических пациентов. Как всегда, большие средства городского и областного бюджетов были затрачены на укрепление материально-технической базы детского здравоохранения. Уже давно внедренную эксплуатацию на протяжении полугода используют ортоптический топограф детской поликлиники. Это позволяет, скажем так, в широкой степени обследовать детей с патологией, с нарушением осанки, со сколиозами. Из-за средств областного бюджета по линии управления здравоохранения мы получили эндоскопическую систему в детскую больницу. У них уже это данное оборудование было со стопроцентным износом и часто ремонтировалось. И сейчас эта новая система позволит своевременно, полноценно делать фиброгастроскопию детскому населению. Проведена также поставка за средства областного бюджета инкубатора для новорожденных. Несмотря на все объективные «но», не станет исключением и наступивший 2018-й. На повестке дня в этом году дальнейшая реконструкция здания по улице Брестской, 108. Приятно отметить то, что в этом году мы однозначно начнем строительство нашего амбулаторно-поликлинического отделения для обслуживания детского населения, взрослого и женского на Брестской, 108. И еще одно важное преобразование произойдут в части улучшения базы онкологического диспансера. На сессии областного совета депутатов было принято решение включить в инвестиционный проект области наш объект по советской 40 онкодиспансера, который пока выделен на финансирование для проектных работ. После того, как будет создан проект, тогда можно будет разговаривать уже о тех изменениях и о том, что будет в данном здании. Но однозначно, конечно же, мы туда будем предполагать размещать отделение онкологического диспансера. И это еще далеко не все планы по укреплению материально-технической базы здравоохранения Пинского региона. Ведь практически половина городского бюджета пойдет на здравоохранение, в том числе и на эти цели.